Добрый день, уважаемые друзья! Я рад вас приветствовать на нашем последнем вебинаре на этой неделе вебинарной. И, как всегда, перед тем, как передать слово нашему сегодняшнему спикеру, хотел бы сказать несколько слов от себя. В самом начале нашего чата находятся две полезные ссылки. Первая ссылка ведет на наш сайт, сайт Директ Академии, и его главная страница является страницей расписания. На этой странице вы можете зарегистрироваться на все будущие вебинары в нынешнем учебном году, то есть до июня месяца текущего года. Также в этом же расписании, в его интерактивной части, внизу, вы можете посмотреть все записи наших вебинаров, которые проводились в Директ Академии в этом учебном году. И вторая ссылка, ссылка на наш учебный канал на Ютубе. По этой ссылке вы можете перейти и подписаться на наш канал. На этом канале в настоящий момент уже около 260 вебинаров записано наших вебинаров в Директ Академии. Ну и этот вебинар тоже записывается, и его вы сможете посмотреть там через некоторое время после записи. Я хотел бы также проанонсировать несколько следующих вебинаров. На этот раз у меня их не два, а целых четыре будущих вебинара в следующей неделе. Следующая неделя у нас достаточно бурная будет, и будет очень много интересного. Поэтому я хотел бы заранее вам все это проанонсировать, чтобы вы не прошли мимо интересных вебинаров. Ну, во-первых, в понедельник открывать нашу вебинарную неделю буду я. Планировалось, что 19-го числа выступит Иван Нефедев, расскажет про геймификацию. Но мы с ним вчера поговорили, он попросил перенести свой вебинар на 30-е марта. Ну, а вместо него буду в качестве спикера выступать я. И сделаю вебинар на очень интересную, по крайней мере, для меня это очень интересная тема. Применение гигапиксельных изображений и что нового они могут дать для обучения, для тех, кто задумывается над учебным контентом, как и что сделать. В этом вебинаре я дам информацию о том, что такое гигапиксельные изображения, где их брать и как с ними работать, какие инструменты есть и что с ними делать. Дальше будут два... Следующий вебинар будет Софья Багдасаровой. Это цикл, связанный с историей искусства и искусствоведением. Ну, и следующая тема звучит так же экстравагантно, как и все прошлые. Какие картины считались прекрасными в эпоху мушкетеров и длинных париков, и как это повлияло на сталинский ампир. Ну, и, наконец, последние два вебинара, которых я хотел бы вам представить, это те вебинары, которыми я особенно горжусь, что удалось этих спикеров пригласить к нам на Директ-Академию. 21 числа, в среду, будет вебинар Алексея Сидоренко, руководителя Теплицы социальных технологий. Если кто-то не знает, это совершенно замечательная организация, которая помогает некоммерческим организациям бесплатно абсолютно в плане обучения. Обучает их разным современным технологиям, технологиям контентным, технологиям проведения разных мероприятий и так далее. Огромную работу просто делает эта организация, и ее вклад, чисто образовательный вклад в образовательное пространство трудно переоценить. Ну вот, лично для меня эта компания сделала очень много, потому что ее материалами я постоянно пользуюсь, и для меня просто она представляет какой-то хлеб в плане обучения, из которого можно что-то делать свое. И поэтому я приглашаю вас на семинар Алексея, это будет очень интересно. И, наконец, 22-го в четверг, 22-го марта, вебинар, которым я очень горжусь, нам удалось пригласить в Директ-Академию Стаса Козловского. Это, ну, одно из первых лиц в русской Википедии, голос русской Википедии, по крайней мере, он всегда отвечает, когда какие-то острые вопросы происходят в связи с Википедией, что-то где-то запрещается, там, и так далее. Я считаю, что, ну, Википедия, это, наверное, если брать интернет-проекты, это лучшее, что придумано в интернете за последние 20 лет. И русской Википедии есть чем гордиться. Это один из лучших разделов мировой Википедии, один из самых посещаемых, один из самых наполненных. Ну, я также знаю, что в вузовской среде есть некоторый скепсис по отношению к Википедии. Вот для преодоления этого скепсиса, этот скепсис в основном связан с тем, что есть огромное непонимание того, что из себя представляет Википедия, и как она работает. И вот Стас Козловский как раз расскажет в 22-го числа об этом. А вы, особенно те, кто с недоверием относятся к Википедии, я приглашаю вас на этот вебинар. И хотел бы, чтобы вы подготовили свои острые вопросы и превратили бы свое недоверие, если оно есть, в плодотворный диалог. Ну что ж, вот такое достаточно долгое было сегодня у меня представление. А теперь я все-таки передаю слово нашему сегодняшнему спикеру, нашему постоянному спикеру Директ Академии, Марине Орешко. И с удовольствием вместе с вами хочу принять участие в нашем вебинаре «Литературная инфографика. Просто о сложном». Марина, прошу вас на связь. Слушатели, надеюсь, меня слышно, видно. Сегодня не очень хорошее изображение. Не очень хорошее изображение. У нас в Мурманске очень много солнца сегодня, поэтому немножко против света буду. Но я надеюсь, что на качестве вебинара это не отразится. Если меня хорошо слышно, то, я думаю, стоит начать наш сегодняшний вебинар. И посвящен он будет проблеме создания инфографики. Я расскажу вам немножко о том, что такое инфографика, и представлю несколько интересных онлайн-инструментов, которые помогут создать интересную инфографику и потом использовать ее в библиотечной работе. Ну, не секрет, наверное, что все мы сейчас сталкиваемся с огромным количеством информации. И в течение суток, уже подсчитали, создается более полутора миллионов единиц разнообразного контента, снимается более двух миллионов видеороликов. Вся эта информация, конечно, требует какой-то систематизации для лучшего усвоения. И сейчас потребление информации очень так сравнивают с попыткой напиться из пожарного шланга. То есть информации много, нужно ее каким-то образом систематизировать, упрощать для восприятия. И тем более это очень актуально в работе библиотекаря, который постоянно сталкивается с информацией, работает с ней. И поэтому инфографика, наверное, один из тех способов, когда информацию можно представить и перейти от сложных каких-то вещей абстрактных к более конкретным и понятным для своих читателей. И если говорить о том, что такое инфографика, то это простое и наглядное представление в графическом виде различной информации. Это информация о предметах, которая передает сложные взаимоотношения между ними, дает какие-то факты, цифры, поможет понимать соотношение предметов в пространстве, причины каких-то явлений. Много-много разных способов представить информацию можно с помощью инфографики. Самое главное, что эта информация, кроме того, что она представлена в простом виде, она еще и очень быстро запоминается, не дает погрязнуть в большом количестве информации. Все представляется очень наглядным. То есть сложные какие-то абстрактные явления становятся более конкретными и более понятными. Ну и кроме того, все это не скучно. Инфографика, наверное, один из тех видов контента, который сейчас с большим удовольствием распространяют, делятся, публикуют в социальных сетях, так называемый вирусный контент. Вот я вам сейчас ссылочку дам в чат, чтобы представление иметь немножко о том, почему мы так любим инфографику, и почему с большим удовольствием мы ее воспринимаем и делимся. У инфографики, конечно, есть свои сторонники, противники. И мы поговорим сегодня о том, как инфографику можно использовать в публиотичной практике. В идеале инфографика – это какой-то информационный блок, понятный без дополнительных замечаний. Как правило, в центре изображения, к ним небольшие текстовые пояснения. В инфографике могут быть схемы, диаграммы, графики, ленты времени, какие-то списки, ссылки. В последнее время инфографика стала уже интерактивной. Сюда можно добавлять разные медиа-объекты. Например, можно добавить видео, карту, опрос, кроме традиционных гиперссылок. Какие-то другие встраиваемые объекты, презентации, игры. Поэтому инфографика сейчас становится уже не просто картинкой красивой, но еще превращается в настоящий интерактивный объект. Инфографику в библиотеке, конечно, можно использовать, и с большим интересом это проходит. Это и реклама, и какие-то информационные продукты, может быть, как часть виртуальной выставки, на мероприятиях, как части виртуальных мероприятий и обычных библиотечных. Инфографику обычно проще всего создавать на основе, конечно, литературы отраслевой, научной, где много фактов, какой-то интересной информации, которую можно представить в графиках, в таблицах, в красивых изображениях. Но и по художественной литературе, как ни странно, тоже можно создавать инфографику, и сейчас пробуют. И я думаю, что, может быть, даже вы уже создавали такие изображения на основе произведений художественной литературы. В качестве примера я вам могу предложить книгу, которую вы сейчас на экране видите. Называется она «Мировая литература в инфографике». Автор Джана Эллиот – это пример, как можно представить мировую литературу с помощью инфографики. Здесь и рассказы о биографиях писателей. Но, к сожалению, здесь в основном только зарубежная литература, но тем не менее. Об истории создания книги, о литературных символах, о самых известных, самых продаваемых, самых интересных книгах, о выдуманных технологиях в литературе, которые стали уже реальностью. Кроме того, по большим книгам, например, «Война и мир», «Махабхарата» и «Сто лет одиночества» здесь есть целые путеводители с героями, с инфографикой, с сюжетными линиями. Поэтому я рекомендую эту книгу. Во-первых, просто для интереса. Она действительно интересно читается. И для читателей, я думаю, тоже будет пользоваться популярностью. Ну и прежде всего для того, чтобы посмотреть, как ее создавать, если вы еще раньше этим не занимались, и подсмотреть примеры, как это можно делать. Когда я начала создавать первые инфографики, я именно таким способом и пошла. То есть смотрела какие-то интересные примеры в литературе, в интернете и пыталась что-то брать из этих примеров, копировать, добавлять в свои работы. Ну, таким образом училась инфографики. Как ее создавать? С чего начать? Ну, вот схема традиционная. Начинаем мы, конечно, с темы и цели. Для чего мы ее создаем? О чем будет инфографика? Собираем материал, самый разнообразный, из книжных источников, из интернет-источников. Он может быть и в виде изображений, в виде схем, таблиц, просто каких-то цифровых сведений. Затем мы, конечно, должны обработать эту информацию, каким-то образом выбрать что-то самое главное из этих, из этой информации структурировать. Ну и на последнем этапе уже подключаем дизайн. Различные интернет-сервисы, программы, которые помогают нам нарисовать инфографику и представить ее в красивом виде. Если говорить об оформлении инфографики, то вот уже давно выделено несколько основных принципов, по которым строится красивая инфографика. Во-первых, она должна быть достоверной, опираться на достоверные факты, понятные для читателей, лаконичные, структурированные, единый стиль оформления приветствуется. Ну и, наконец, еще немаловажно, чтобы она была читабельна. Даже самый мелкий шрифт должен хорошо восприниматься читателями и на компьютерах, и, желательно, и на мобильных устройствах тоже. Поэтому хорошая инфографика, она еще и масштабируется. То есть можно приблизить какие-то объекты, удалить, чтобы рассмотреть все поподробнее. Ну давайте уже посмотрим, как это можно сделать на практике. Самый простой, конечно, вариант для создания инфографики это уже воспользоваться тем, что у вас есть на компьютере. Например, программа PowerPoint дает возможность создавать инфографику достаточно несложно. Ссылочку сейчас я вам отправлю в чат. Вот я попробовала в PowerPoint сделать инфографику. В ссылке два примера, как это у меня получилось. А на экране один из них. Ну вот это вот создано не за очень большое количество времени, просто для того, чтобы попробовать, как это может выглядеть. Инфографику здесь создавать действительно несложно. Здесь есть функция добавления изображений, удаления у них фона. Здесь можно добавлять различные фигуры, иконки, тексты, текстовые записи. В общем, оформлять все, как вы считаете нужным. Плюс, если хотите, можно еще гиперссылки сюда накладывать. Готовую инфографику можно как в виде презентации сохранять, так и в виде картинки. И затем делиться в социальных сетях, например, или публиковать в блоге на сайте, представлять читателям на мероприятиях. Большой плюс, что никаких дополнительных приспособлений вам здесь не понадобится. Вы просто работаете уже, как привыкли, в PowerPoint, и все знакомое, и интересное, и понятное. Минусы какие здесь? Ну, во-первых, конечно, здесь нет библиотеки изображений, как в онлайн-сервисах. Здесь вы ограничены в том, что не можете какие-то, может быть, интерактивные объекты сюда добавлять. Но зато вам не нужен интернет для того, чтобы работать в этом сервисе. И еще немаловажный плюс – вы можете использовать большое количество шрифтов. Все, что установлено у вас на компьютере, можно использовать. Поэтому PowerPoint, вот, можно с него попробовать начать, если вы только собираетесь что-то создавать. Однако в интернете существует большое количество онлайн-сервисов, которые позволяют еще более наследить инфографику различными интерактивностями, интересностями, добавлять ссылки, медиа-объекты. Большой плюс в их интерактивности, большой минус в том, что они, к сожалению, все в основном англоязычные. Они в основном на английском языке, но даже если мы переведем их с помощью Google-переводчика, к сожалению, не все шрифты русский язык поддерживают. Если вы уже в каких-то сервисах работали, то, наверное, со мной согласитесь. Потому что чаще всего для создания инфографики в таких приложениях мы используем традиционные обычные шрифты. Ариал, Times New Roman, Tahoma, Verdana, ну, еще несколько, не более пяти, наверное, семи. Поэтому вот в этом смысле инфографика немножко шрифтами ограничена. Зато готовые работы всегда можно распространить в сети с ссылками, и вставить блог на сайт с помощью кода. Несколько таких примеров я вам сейчас покажу. Первый сервис наверняка вам хорошо знаком, если вы работаете в социальных сетях, делаете изображения для социальных сетей, для блогов. Это сервис Canva, который позволяет создавать различные графические объекты. Презентации, картинки, флайеры, афиши, любой красочный графический контент. Плюс Canva в том, что она уже русифицирована, ее можно перевести на русский язык, работать стало проще, как вы видите. Здесь более 60 бесплатных шаблонов, которые можно использовать в работе. Можно начинать с нуля, но проще взять уже что-то готовое, тем более, что библиотека здесь достаточно большая. Что можно добавить в эту инфографику? Здесь можно любой шаблон трансформировать по размеру, по цвету, по шрифтам, добавлять свои заголовки, свои элементы. Если библиотека картинок вас не устраивает, можно загружать свои изображения. Часть элементов здесь платная, часть бесплатная. То, что бесплатно, помечено значком Free. Остальное монетизируется. Но даже бесплатных возможностей здесь вполне хватает для того, чтобы создавать что-то красивое и интересное для своих читателей. Готовую работу можно сохранить, как картинку на компьютер, а еще можно вставить в блог или на сайт с помощью кода или ссылку получить. Вообще, Canva считается одним из лучших сейчас инструментов по созданию различных графических элементов. Еще один сервис, который мне нравится, который я часто использую в работе, называется Easily. Кто-то говорит о том, что это от слова английского easy, что означает легко, легкий. Вот, пожалуйста, ссылка, как это может выглядеть. Сервис действительно несложный, хотя и на английском не таки. Здесь бесплатно представлено 15 шаблонов. Однако есть такая хитрость. Здесь все работы в открытом доступе. Если вам какая-то работа понравилась, вы можете ее сохранить в себе в личный кабинет и переделать под свои задачи. Даже несмотря на то, что шаблон может быть там плавно использовался. Вы можете использовать в своей инфографике, уже готовую библиотеку изображений, можно добавлять что-то свое, загружать с компьютера. До 60 изображений можно загрузить. Менять, конечно, героев, подложки, фоны, добавлять свои фигуры, диаграммы, графики. Совсем недавно сервис развивается. Появилась кнопка, называется она «Медиа». Она позволяет добавлять сюда видео с YouTube. И еще одно нововведение из или теперь позволяет создавать группы. Появилась кнопка в личном кабинете, называется она «Группс». И так можно приглашать к совместной работе соавторов для работы с инфографикой. Это интересно, если вы работаете с коллегами по одной тематике, одну общую, создаете инфографику. А еще это может быть интересно, если вы с читателями, например, какой-то совместный проект проводите. Это тоже можно использовать. Вообще сервис достаточно интересный и несложный. Еще один интересный инструмент уже давно существует, уже давно используется. «PictoChart» называется. Базовые возможности у всех сервисов практически не сильно отличаются. Может быть разница в количестве бесплатных шаблонов. Здесь шаблонов не очень много, их 8. Но какие возможности здесь у «PictoChart»? Здесь можно тоже брать или шаблон, или начать с чистого листа. Менять размеры, фоны, добавлять новые информационные блоки. Здесь есть библиотека изображений, или можно свои картинки загружать. Из медиа-объектов, что здесь есть. Можно добавить видео из YouTube, можно добавить карту и диаграмму. В дополнительных настройках можно изменить еще и размеры будущей инфографики, подстроить ее под свой блог или под свой сайт. Ну и готовую работу тоже можно сохранить или как картинку, или вставлять ее с помощью кода или ссылки на свой сайт или блог. Если сравнивать между собой, то «PictoChart» чем-то напоминает канву. Единственное, панель инструментов может быть немножко разная, а по функциям он очень на нее похож. Единственное, что здесь меньше шаблонов, но зато присутствуют интерактивные элементы, которые можно добавлять. Еще один пример сервиса для создания инфографики – «Инфограмм». Что умеет «Инфограмм»? Это сервис для создания анимированной инфографики. В чем происходит анимированность? Вот, пожалуйста, ссылочка, можете сами посмотреть. Анимация, в чем она заключается. Просто здесь все элементы инфографики плавно появляются на экране, двигаются и потом выстраиваются уже в инфографику. То есть у вас столбики диаграммы, например, будут расти на глазах потихонечку. Вот это и есть принцип анимации. Здесь тоже есть шаблоны, правда их не очень много, 5 бесплатных. В них мы добавляем свою информацию. Здесь можно, собственно говоря, начать из чистого листа, если вам шаблон не очень нравится. Если вы в любой момент решите его сменить, то у вас данные никуда не пропадают, просто меняется оформление, и вы дальше продолжаете работать. И сюда можно добавлять, кроме картинок, еще и по ссылке видео из YouTube и различные встраиваемые объекты по коду. Это может быть презентация, слайд-шоу, какие-то статьи из интернета. Можно, наверное, попробовать добавить игры по коду, например, из сервиса Learning Steps. И сделать вашу инфографику по-настоящему интерактивной для читателей. Оформление шаблонов тоже, конечно, можно менять. Здесь и фоны, и цвета, и шрифты. Плюс еще здесь можно сделать инфографику из нескольких страниц, как презентация. Можно ее так просматривать. Вообще инфограмма считается очень таким интересным инструментом. Может быть, немножко сложнее, чем все предыдущие. Но, тем не менее, красивые работы можно сделать и в нем тоже. Вот этот сервис стал для меня в этом году открытием. Наверное, он уже давно существует. Но вот в этом году как-то он меня очень заинтересовал и понравился мне. Я стала его использовать в работе. Что у меня из этого получилось? Сынечка, пожалуйста. Денгей. Конечно, самый большой плюс в том, что здесь огромное количество шаблонов. Я дочитала до 100, потом уже сбежали. Если что-то их было больше. Ага, опять со звуком пошли проблемы. Давайте попробуем перезагрузиться. У нас что-то на последних вебинарах со звуком. Продолжение следует... Меня слышно? Звук стал получше. Ага, отлично. Ну, значит, продолжаем. Вот, к сожалению, придется такими паузами, наверное, опять работать. К сожалению, со звуком возникают проблемы. Возвращаемся к сервису Венгейдж, с которого я начала... На котором я, точнее, закончила предыдущий отрезок. Сервис представляет более 100 бесплатных шаблонов. Они разные, с разными размерами, с разными возможностями. Есть обычная инфографика. Есть в виде таймлайна, в виде ленты времени. Есть различные другие вариации в виде диаграмм, графиков и так далее. В общем, выбор здесь достаточно большой. Рабочее поле тоже похоже на все инструменты. Если сравнивать, то тут слева набор инструментов и сверху, а в центре, собственно, сама инфографика, которую мы рисуем. Сюда можно добавлять изображения из библиотеки. Можно загружать свои картинки. Изображения здесь расширтированы по категориям, поэтому искать достаточно интересно и удобно. Можно добавлять графики, диаграммы. Они создаются прямо здесь в сервисе. Какие здесь могут быть интерактивности? Можно добавлять видео с YouTube по ссылке, таблицу с данными. А еще интересный такой элемент. Сюда можно добавить опрос для читателей. Например, какой-то, ну, я не знаю, опрос об услугах библиотеки, опрос о том, понравилась вам книга или нет. В общем, все что угодно. Вы можете поинтересоваться мнением участников, которые будут смотреть вашу инфографику, а потом обработать эти данные, использовать в работе. Это, наверное, единственный сервис, который такую возможность дает. Удобно для интерактивных афиш, например, такое. Сразу рассказать о мероприятии, а потом попросить читателей оставить отзывы. Понравилось, не понравилось. Ну, как вариант. Готовую инфографику здесь, к сожалению, скачать нельзя, картинку, но зато можно получить ссылку и код, чтобы встроить ее на сайт или в блог. Очень функциональный инструмент и простой в работе. Поэтому рекомендую, мне понравилось. Еще один тоже интересный инструмент, называется он ВИСМИ. Здесь шаблонов намного меньше, но у него тоже есть свои интересные фишки. Сейчас я ссылку опять вам добавлю в чат, чтобы вы посмотрели, как это может выглядеть. Ну вот у меня такая инфографика получилась. Он тоже похож на канву в чем-то. Позволяет создавать разные графические объекты. Здесь кроме инфографики можно еще сделать презентацию, картинку для соцсети, афишу, постер, какие-то объекты для сайтов и блогов. Ну и в том числе есть инфографика. Доступно 16 бесплатных шаблонов. Можно с чистого листа работать. Здесь тоже все изображения рассортированы по категориям. Как видите слева, как раз вот список всех категорий изображений. В инфографике предлагается выделить три блока. Основной, заголовок и заключительная часть. Внутри каждого блока вы можете добавлять свою информацию. Кроме библиотеки картинок, можно еще добавлять диаграммы, графики, видео из YouTube и разные встраиваемые объекты. Например, тоже слайд-шоу, игры, презентации, векторины и так далее. Есть возможность анимировать объекты. Выбираем объект, нажимаем на кнопочку «Анимать». Она справа вверху, в рамочку я ее выделила. И после этого у вас этот объект будет каким-то образом появляться или исчезать на экране. Анимацию вы можете настроить на свой вкус. Еще интересная такая особенность у этого сервиса. Он позволяет, мало того, что добавлять в медиа-объект, он позволяет еще и озвучить вашу инфографику. «Добавить музыкальный фон для ее просмотра». Тут есть кнопочка с ноткой. На нее нажимаем и оказываемся в библиотеке музыкальных треков. К сожалению, нельзя добавить свою музыку. Есть пять бесплатных треков. Вы можете их использовать как музыкальное фоновое оформление для просматривающих инфографий. Причем внутри вы можете настроить громкость музыки, чтобы она не сильно раздражала читателей. Можно закольцевать, чтобы она продолжалась. Настроить время показа, когда она должна зазвучать, когда закончится и так далее. Вот такое интересное нововведение. Не знаю, насколько это может быть интересно для библиотекарей, но сама возможность такая присутствует. И вот по-настоящему инфографика уже стала интерактивной. Еще один интересный сервис. Я о нем уже когда-то рассказывала, когда проводила вебинары по виртуальным выставкам. Тоже открытие для меня стало. Он совсем недавно появился. И, к счастью, еще не очень сильно монетизировался. Здесь достаточно количества бесплатных функций. И для инфографики более 30 шаблонов. Genial позволяет создавать разные интерактивности. Для сайтов, блогов и в том числе для библиотечной работы. Это можно использовать, например, виртуальные выставки создавать. Я рассказала о том, как в нем создавать интерактивные изображения. А вот можно еще создавать интерактивную инфографику. Но и принцип работы похожий. Тут есть шаблоны. Или вы можете просто начать с чистого листа. А внутрь шаблона уже добавляем различные элементы. Тексты, изображения, ссылки. Кроме этого, можно еще медиа-объекты добавлять. Практически любые. И встраиваемые, и видео с Ютуба, и музыкальные, и карту, и диаграммы. Ну, практически все, что только возможно, можно в эту инфографику встроить. Плюс некоторые элементы здесь можно сделать как ссылки. Вот в инфографике ссылку, на которую я дала, там несколько элементов с ссылками. Например, название заповедника Лапланский. Пасвит, если нажать на название, открывается сайт с дополнительной информацией. Вот таким образом инфографика интерактивная. Но это даже еще не все. Плюс здесь еще есть возможность наносить интерактивные метки прямо поверх инфографики. Вы можете добавить их на любой элемент, и при нажатии на эту метку у вас будет тоже открываться или новый сайт, или всплывать какая-то справочная дополнительная информация. И вы в одну инфографику можете насытить очень большим количеством информации. Это здорово, это интересно, это можно использовать и на сайте, и в блоге, и показывать на мероприятиях в том числе. Поэтому инфографика, вот на сегодняшний момент этот сервис для инфографики, наверное, один из самых функциональных по количеству возможностей, что можно сделать с изображением. Ну и еще один сервис, сейчас ссылку сразу вам скопирую, вставлю, он может быть не столько интересен в плане иллюстрации художественной литературы, а вот если вы создаете какую-то научную инфографику, то можно его использовать. Называется он Mind the Graph. Сервис позволяет создавать инфографику на основе или библиотеки изображений, или вы можете добавить свои. У него такая научная специализация, здесь огромная библиотека изображений, связанных с наукой. В основном по биологии, по математике, физике и астрономии. Для гуманитария здесь вряд ли найдется сфера применения, а вот если вы создаете какую-то научную инфографику, и вам нужны изображения различные, связанные с этими науками, то вот здесь как раз огромная библиотека, в которой можно осуществлять поиск, здесь все рассортировано по категориям. И еще плюс, эту инфографику можно подстроить под размеры своего сайта или блога, самостоятельно задав их в настройках. Но особой интерактивностью этот сервис не отличается, но если вы хотите что-то создать научное, наукообразное, то вот, пожалуйста, этот сервис вам поможет. Единственное, что минус, конечно, что здесь бесплатно только один проект создается, но зато готовую работу вы всегда можете скачать и сохранить как картинку. Поэтому если вы создадите одну работу, потом удалите и попробуете новый проект создать, то это тоже возможно. Ну, это вот как дополнительная такая возможность для создателей инфографики. Вообще инфографику понимают по-разному. Кто-то говорит, что инфографика – это вот только изображения красочные, различные истории вот такие в графическом виде. Кто-то в инфографику добавляет еще и различные схемы, ментальные карты, диаграммы, графики. Вот я сегодня решила пойти по пути объятное-необъятное и в понятии инфографики вместила еще и различные схемы, диаграммы и графики. И поэтому следующим пунктом нашей программы предлагаю посмотреть, какие существуют сервисы для создания ментальных карт и вообще что это такое. О ментальных картах я тоже немножко говорила на вебинаре о виртуальных выставках. Здесь добавлю. Ментальная карта – это такая схема, где в центре информации находится какая-то тема, ну или, например, обложка книги. И связанные с ней понятия располагаются вокруг нее и связаны они между собой какими-то линиями, структурами, чтобы можно было понять, какие элементы из чего следуют. В виде такой древовидной структуры. Это интересно, можно использовать для создания, например, виртуальных выставок, для создания на мероприятии. Можно такие представлять, рассказы о книгах на сайте и в блоге тоже использовать. В общем, ментальные карты, их так называют, они сейчас используются с большим удовольствием в библиотечной практике. Вот как раз пример такой ментальной карты перед вами на экране. Другое название еще – интеллект-карты. Это одно и то же. Для ментальных карт создали огромное количество сервисов. Опять проблемы со звуком начались у всех так. Или можно продолжить? Да, хорошо слышно. Ну хорошо, тогда продолжим пока. Отлично. Продолжаем, значит. Начнем с самого простого сервиса для создания ментальных карт – Bubble As. Здесь бесплатно можно создать три проекта. К сожалению, раньше было больше, сейчас сервис монетизировался. Здесь не очень большие возможности, но если вы хотите работать очень быстро, и вам просто какую-то схему надо нарисовать. Вот сейчас на афише, извините, на слайде сейчас пример афиши. Нам нужно было очень срочно нарисовать такую завлекательную афишу для того, чтобы пригласить к участию в мероприятии читателей. У нас был фестиваль, и вот в фестивале было несколько категорий, и чтобы участники определились, в какую категорию им пойти, нам нужно было вот такую интересную схему нарисовать, фрагмент схемы сейчас на экране. Мы ее рисовали как раз вот в Bubble As, чтобы быстро и понятнее. Да, конечно, можно создавать ментальные карты по любой тематике, это не обязательно для библиотеки или для педагоги, очень широко это используют в своей работе. Поэтому рекомендую. Сервис, правда, работает быстро, здесь все в стиле минимализма, а единственное, что вы будете испытывать недостаток, то, что здесь нельзя добавить изображения. А так все остальное, очень просто и быстро. Опять пошел. Хорошо. Перезагружаемся. Продолжение следует. Так, перезагрузились, стало получше, надеюсь, со звуком. Так, хорошо, отлично. Значит, продолжаем. Ну, вот, к сожалению, небольшими такими паузами будем двигаться. Bubble As. Простой сервис для создания обычных диаграмм, схем, ментальных карт на основе текста. Изображения тут не добавляются. Если хотите добавить изображения, то можно использовать, например, вот этот сервис. Каку. Он для создания диаграмм и ментальных карт. Немножко сложнее предыдущего, здесь побольше инструментов. Панель инструментов сверху и справа. Здесь большая библиотека изображений, которые можно использовать. Добавляем их просто перетаскивая на экран, соединяем между собой линиями, и у нас может получиться вот такая вот схема. Сейчас я вам сразу ссылку пошлю в чат и на предыдущий сервис сразу, на Bubble As, чтобы было понятнее, как это работает. Вот это как выглядит Bubble As. А сейчас сразу еще следом ссылку добавлю на второй сервис. Сервис как он. Пожалуйста. Можете сами посмотреть, сравнить, что вам больше здесь понравилось. Здесь есть шаблоны, есть большая библиотека различных объектов для использования. Можно загружать свои картинки с компьютера. Готовую работу можно распространять с помощью ссылки или кодом ее опубликовать на сайте или в блоге. Можно рисовать диаграмму с нуля, если вам ни один шаблон не нравится. Здесь достаточно большая библиотека изображений, поэтому можно уже использовать готовые элементы. Интересный и приятный в работе инструмент сейчас тоже широко используется достаточно. Еще один для ментальных карт тоже называется Mind42. Он тоже позволяет создавать схемы, диаграммы. Абсолютно бесплатный сервис. В стиле минимализма, ничего лишнего. Он позволяет добавлять, как вы видите, заметки, ссылки и изображения. Заметки в виде текстовых небольших документов. Все очень просто. Здесь каких-то шаблонов нет. Вы просто в центре получаете готовую форму. Я ее назвала, например, сервисы Web 2.0. А дальше нажимаете на значок плюсика и добавляете сюда любые элементы списка, которые вам больше нравятся. Они тоже соединяются связью между собой. И если необходимо, загружаете изображение. А затем таким же образом переходите к новому элементу. И таким образом у вас целая схема рисуется на экране. Все очень быстро, просто, понятно. Даже несмотря на то, что здесь английский язык. Готовую работу, опять-таки, можно скачать как картинку. Или ссылку получить, или код, чтобы устроить ее для публикации на сайт или блог. Картинка масштабируется. Если вы на сайте или в блоге ее опубликовали, можно что-то приблизить и рассмотреть более подробно. Он тоже бесплатный сервис, он тоже минимализм. Называется он Google. Он чем-то похож. Правда, тут все еще проще. Здесь просто пустое поле, как вы видите. В центре опять появляется... Сейчас ссылку вам отправлю. В центре опять появляется первый элемент. А вы к этому элементу уже через плюсики добавляете различные объекты. Что можно добавить? Ссылки и изображения. Два элемента. Но обычно, если вы какую-то очень простую карту создаете, то этого достаточно. Большой плюс Google в том, что он интегрирован с Google аккаунтом. И вам даже регистрироваться в нем не надо, если у вас аккаунт такой есть. Готовую схему можете сохранять как рисунок или получить на нее ссылку или код для публикации. Большой плюс у этого сервиса в том, что здесь можно приглашать для редактирования совместного других пользователей. Например, коллег или читателей библиотеки, если вы с ними какой-то проект делаете. Например. И делать такую общую схему, где каждый будет отвечать за какой-то свой участок. Более сложный сервис. SpiderScribe. У него возможности немножко больше, поэтому и посложнее. Но тоже интересный инструмент. Как это выглядит? Ссылка, пожалуйста. SpiderScribe на основе текстов, изображений и карт. Он может создавать вот такие интересные схемы и диаграммы. Слева значками обозначены элементы, которые вы добавляете на большой экран. Здесь тоже как таковых шаблонов нет. Вы просто переносите нужные вам элементы и между ними устанавливаете связи. У текстового блока можно поменять цвет, размер шрифта, фон, окантовку. Каждый элемент легко передвигается, масштабируется. Карта добавляется очень просто. Вы переносите шаблон карты на экран. Далее вбиваете название города, улицы. И дальше вам кусочек Google карты тут же будет нарисован на экране. Вы его сможете уже отмасштабировать и добавить в свою диаграмму. В сервисе основные тарифы платные. Там есть такая незаметная на первый взгляд кнопка. Называется она «Тариф для некоммерческого использования». Это вот как раз то, что нам надо. Здесь количество создаваемых работ никак не ограничено. И вы можете в любом количестве здесь работать. При регистрации именно этот тариф и нужно выбрать. Ну и дополнительный бонус в работе вы можете приглашать опять соавторов. Как и в сервисе Google, сюда можно пригласить коллег или читателей для совместной работы. Если вы хотите добавлять видео и другие интерактивности, тогда можно воспользоваться вот таким сервисом. Называется он «Mind Master». Надеюсь, ссылка откроется, потому что она какая-то очень капризная у этого сервиса. Единственный недостаток, что здесь только можно три ментальные карты создать, но зато здесь есть большие возможности. И все несложно. Всего две кнопочки вам требуются для работы. Плюсиком добавляется новый объект на бесконечную такую доску. А вот рядом кнопочка справа. Эта кнопка добавляет связь между элементами. В каждый такой блок можно добавить, кроме текста и изображения, можно еще добавить видео с YouTube по ссылке. Тексты форматируются, различным образом оформляются подложки, рамочки, заливки фона и так далее. Все это свободно перемещается по экрану. Вы можете что-то увеличивать, что-то уменьшать в размерах, чтобы лучше все рассмотреть. Можно приглашать соавторов для работы. Здесь есть такая функция. Можно, например, совместную выставку с читателями устроить. Выставку читательских предпочтений. И каждый читатель будет в вашу схему добавлять свою любимую книгу. Например, как вариант, можно такой проект устроить в библиотеке. Но вот, к сожалению, только три бесплатных карты можно. Хотя, если вам понравится, можно попробовать другой сервис. Здесь тоже есть три бесплатные карты. Они очень друг на друга похожи. Называется Миндома. Ну, чтобы посмотреть, как выглядит, пожалуйста, вот опять ссылка. Она тоже очень похожа. Тут даже кнопки практически один в один. Здесь вот опять кнопка с плюсиком позволяет добавлять элементы на бесконечный экран. А рядом кнопочка позволяет связи устанавливать между элементами. Что можно добавить, кроме текстов и изображений? Гиперссылки, различные символы из библиотеки. Можно добавить комментарии. И различные, опять-таки, гиперссылки на медиа-объекты. Сюда добавляются, вставляются. И можно все это использовать. Такая интерактивная ментальная карта уже получается. Три карты памяти минус. Ну, зато плюс. Здесь, опять-таки, есть функция совместной работы. Даже можно устроить чат с читателями или с коллегами. Общаться по поводу полученной, созданной карты. Например, виртуальную выставку создали, а дальше можете ее обсуждать в чате. Как вариант. Ну, и в заключении, уже ближе к концу, мы поговорим, наверное, о самых простых инструментах. Если вам не нужна красочная инфографика, а вам нужно просто какую-то интересную диаграмму придумать или график нарисовать, то можно использовать специальные сервисы, которые исключительно для этого предусмотрены. Есть, конечно, возможность у PowerPoint. Там можно тоже диаграммы графики рисовать. Но можно использовать интернет-ресурсы, онлайн-инструменты. Ну, вот пример такой онлайн-диаграммы. Пожалуйста, вот она. Сервис называется ClassTools. Создан для педагогов, но и можно библиотекарем использовать. Плюс сервис в том, что можно не регистрироваться, а создавать прямо уже в браузере готовую работу, затем получать на нее ссылку или код для встраивания в блог или на сайт. Ну, здесь много различных видов диаграмм. Здесь есть и обычные, и ромбовидные, и круговые, и списки приоритетов. Вот интересная диаграмма называется Fishbone, рыбий скелет. Это диаграмма для того, чтобы рисовать причинно-следственные связи. То есть в центре какая-то тема, а вокруг нее различные причины, следствия, условия и так далее. Ну, вот я попыталась, например, нарисовать схему русской литературы начала 20 века и там течение этой направления в русской литературе таким образом оформить. Это как вариант. Вы можете такой конкурс, например, устроить среди читателей на создание лучшего такой диаграммы. Либо сами можете создавать и использовать на мероприятиях и в виртуале. Диаграмма создается буквально в считанные минуты. Здесь все очень просто. Все только на основе текстов. Изображений тут нет. Другой вариант, чуть посложнее. Если мы хотим уже с изображением что-то красивое сделать, кроме, собственно, самой диаграммы или схемы, добавить изображение. Называется Service Lucid Chart. Ну, вот у меня про Гарри Поттера примерно так получилось. Бесплатно он позволяет создавать три проекта. Здесь можно использовать библиотеку инструментов. Здесь есть шаблоны для рисования вот таких схем. Можно свои картинки добавлять с компьютера. В основном сервис, конечно, предназначен в основном для бизнес-проектов, поэтому картинки здесь соответствующие, их здесь не очень много. Но количество загружаемых изображений не ограничено, поэтому можете использовать свои изображения. Какой здесь плюс? Ну, во-первых, здесь достаточно просто и интересно работать. Если взять уже готовый шаблон, то работа займет буквально небольшое количество времени. Можно пригласить для совместной работы пользователей и с ними работать. Или организовать чат для обсуждения и комментарии к работе. Интересный инструмент мне понравился. Жаль, что такие небольшие бесплатные возможности, но как вариант можно использовать. Готовую работу можно устроить на сайт или в блог. Так, если совсем очень быстро и очень просто надо, и без регистрации желательно, то вот может помочь сервис Charts Builder. Поменял он название, раньше немножко иначе назывался. Тоже надеюсь, что ссылка заработает. Charts Builder. Здесь все очень просто. Буквально в режиме одного окна. Вы получаете вот такую таблицу, заполняете ее какой-то информацией, названия и количественные характеристики. Далее нажимаете на кнопку Generate, вам тут же диаграмма сгенедировалась. Осталось только выбрать ее размер, в каком размере вы ее хотите видеть. А далее вы получаете или ссылку, или код для того, чтобы устроить на сайт или в блог. Она немножечко анимированная получается. Если мышкой поводить, то там появляются всплывающие подсказки и изображения. Вот таким образом работает этот сервис. Регистрироваться не надо, тут все очень быстро происходит. Главное, готовую ссылку потом на работу свою не потерять нигде. Если у вас уже есть готовая таблица с какими-то данными, которые вам нужно срочно переделать в диаграмму, то поможет вот этот сервис. Это Tata Roper. Здесь диаграмма строится в три шага. Во-первых, вы загружаете свои данные. Это делается так. Берется таблица Excel, поскольку данные чаще всего именно так представляют. Копируете из нее нужную вам информацию, которую хотите визуализировать. На первом шаге загружаете ее. Копируете, вставляете. Далее проверяете правильность, как она у вас отобразилась. Если нужно, можно прямо в самом сервисе добавить нужные колонки и столбики, что-то переписать, дописать, исправить. Далее, третий шаг, вот как раз сейчас на слайде вы его видите, это, собственно, визуализация. Выбирайте вид диаграммы. Здесь их достаточно много. Можно на любой вкус выбрать и сразу посмотреть, как это будет выглядеть. Выбрать то, что вам больше всего нравится. Ну и, наконец, последний шаг – это публикация. Нажимаем Publish, получаем ссылку или код для того, чтобы устраивать сайты и блоги. Таким образом, это работает. Тоже достаточно быстрый сервис. Ну и, видимо, нужно регистрироваться на английском языке. Все остальное только в плюсе. Еще мне понравился вот этот вот сервис. Может быть, понравилось исключительно, потому что красочно смотрится. Это анимированная инфографика, точнее, анимированная диаграмма. Здесь диаграмма появляется прямо у вас на глазах, причем ее можно оформить еще и с красивой подложкой. И все это очень красиво будет выглядеть. Сервис бесплатный, позволяет создавать неограниченное количество диаграммы графиков на основе своих данных. Просто нужно выбрать сначала вид диаграммы, занести данные в таблицу, вот таблица внизу, и вам тут же программа покажет, как будет выглядеть ваша диаграмма в итоге. Вы можете поменять цвет, шрифт, поменять название каких-то столбиков. Единственное, что немножко запутанная здесь навигация, к сожалению, когда первый раз разбиралась, не сразу поняла, что находится где, но в результате получается очень красивый элемент. Единственный недостаток, к сожалению, вот эта красивая подложка, которая по ссылке открывается, она, к сожалению, не сохраняется, если вы будете публиковать вашу диаграмму на сайте или в блоге. Она исчезнет, будет просто белый фон, к сожалению. А так все очень здорово, очень быстро, красиво работает. Можно использовать в работе. Еще вот такой сервис. Плюс его в том, что он интегрирован с Google аккаунтом, и в нем поэтому не надо регистрироваться, если у вас такой аккаунт есть. Он идет как приложение в Google диску. Вот я вам ссылочку послала, как это может выглядеть. Просто открываете, сразу же он тут же вам предложит создать какую-нибудь диаграмму. Здесь есть шаблоны, которые можно использовать. Вот я на основе шаблона, например, создавала свою инфографику. Здесь шаблоны представляют собой разный блок схемы. Начиная от простых диаграмм и заканчивая развернутыми блок схемами, вплоть до родословного древа можно составлять. Я знаю, что сейчас в библиотеках очень популярна такая форма работы. Многие даже услуги такие делают по созданию родословных. Вот здесь есть уже готовый шаблон, можно использовать этот сервис. Сервис наполовину русифицирован, поэтому работать в нем несложно. К тому же еще и кнопки похожи на Google презентацию. Поэтому здесь получаются очень красивые и интересные работы. Можно добавлять свои изображения в неограниченном количестве только что по ссылкам. Не из компьютера, а по ссылке из интернета. Ну и готовую работу можете сохранять как картинку, либо ссылку на нее получить или код и строить на сайт или блог. Своих изображений тут небольшая библиотека, но можно. Это вот к вопросу о том, да, спасибо за комментарий, что инфографика очень часто используется в краеведении. Поэтому мне эта очень тема близка, поскольку сама работаю в отделе краеведения. И вот как раз самая благодатная, наверное, тема для инфографики – это как раз краеведческая деятельность. Здесь большой простор, можно придумать очень много интересников. Ну и еще один сервис – Креатили. Добавила я его, потому что тоже достаточно комфортный в работе, плюс он еще и русифицирован. Это тоже здорово, немаловажно. Креатили позволяет создавать диаграммы любой степени сложности. Тут есть шаблоны. Вот я, например, взяла шаблон, тут уже был готовый блок схему, и попробовала столкнуть между собой Гарри Поттера и Ластелина колец, что из этого получилось. Единственный недостаток, что здесь шрифты не очень корректно иногда отображаются, но это общая проблема для всех сервисов. А так здесь тоже 35 страниц разных шаблонов. Запутаетесь, когда будете искать нужный. Простые диаграммы, развернутые, что в числе и родословные древа есть. К сожалению, бесплатно только 5 проектов работает. Но интересно работать и просто, потому что на русском языке. Здесь есть библиотека элементов, но она небольшая. Можно загружать свои изображения с ПК или по ссылке. А готовую работу сохраняем или как картинку, или публикуем в сети ссылкой или кодом. Вот таким образом можно создавать интересные работы. Ну и наконец такой немножко необычный сервис. Опять меня плохо слышно, да? У всех проблемы со звуком? Пока хорошо. Хорошо так. Значит, пока продолжим. Включила в подборку, потому что оно очень интересно смотрится. Совсем недавно у сервиса Google появился вот такой новый инструмент. Называется он DataGifMaker. Позволяет создавать инфографику в виде гифа. Вернее, даже это не стопроцентная инфографика. Это скорее такое диаграмма из двух элементов. Вы можете посмотреть, как это работает. Это интересно смотрится для блога или для сайта. Я уже подумала, что так, наверное, можно, например, сравнивать какие-то количественные показатели работы в библиотеке. Книговую дачу за один год и за другой год. Все очень просто. Как вы видите, вот весь рабочий инструмент. Вводим название одного элемента и другого, количественные характеристики и критерии, по которым вы их сравниваете. Вот, например, я сравнивала Баренцево море и Белое море. Что из них глубже? Глубина была в метрах. И два варианта здесь можно. Либо вы в процентах все это будете высчитывать, либо, нажав на кнопочку «плюсик», будете получать гифы с абсолютными цифрами. И у вас вот такой гиф интересный получится, где между собой будут сражаться два показателя, кто из них больше и лучше. Интересный инструмент можно использовать для сайта или блога. Здорово смотрится. Поскольку это гиф-изображение, вы их в социальных сетях его можете очень здорово пристроить. Например, такие картинки сейчас используются в журналистике очень часто. Причем в библиотечной практике тоже не попробовать. Ну и в заключении нашего вебинара несколько слов расскажу об интересных сервисах для визуализации на основе текстов. Называются эти сервисы для создания облака слова. Облака слов. Что это такое? Это такая мозаика из ключевых слов. Например, из какого-то названия персонажа какого-то произведения, название произведения одного автора, может быть, фрагмент просто текста и так далее. Вот такая мозаика может получиться, например, когда вы рассказываете о книге. Например, вы берете и зашифровываете название книги читателям, показываете на экране, они должны догадаться, о какой книге дальше пойдет речь. Вот как раз вы можете сейчас догадаться, какую книгу я здесь зашифровала. Здесь достаточно просто. Зашифрованы имена главных героев и ключевые слова из произведения. Таким образом, можно у читателей, особенно если это дети или подростки, можно таким образом у них... А вот и не 15-летний капитан неправильный ответ. Это другая книжка была. Там доктор Ливси, капитан Смоли, Джим. А, да, здорово, спасибо. Остров сокровищ я зашифровала. Да. Вот такие вот интересные элементы. Вы можете добавлять в свои мероприятия, например, и предлагать детям отгадывать название произведений по облаку слов. Еще вариант. Можно зашифровать какие-то исторические даты, если вы о каких-то исторических событиях рассказываете, о каком-то периоде. Вот такой вариант тоже возможен. Как еще можно облако слов использовать? Так. Например, можно предложить читателям собрать стихотворение или угадать, что за стихотворение здесь зашифровано. Вот я фрагмент стихотворения добавила в сервис, то есть у меня получилось вот такое облако слов. Можете сейчас догадаться, о каком стихотворении идет речь. Да, стихотворение Пушкина. Я помню чудные мгновения. Все верно. Вот еще один пример использования облака слов в работе. Например, назвать автора. Собрать все произведения автора в облаке слов, а затем предложить читателям догадаться, о каком авторе идет речь. Вы можете даже целые конкурсы устраивать из таких облаков слов. Плюс можно еще и самих читателей активизировать и попробовать предложить им конкурс на создание интересного облака слов, а все остальные будут догадываться, какое облако здесь зашифровано. Такой вариант тоже может быть. Ну и еще вариант. Например, найти лишнее из облака слов. Тоже вариант. Вообще, да, мы могут лишнее. Все верно. Остальное все принадлежит Толстому. В общем, с облаками слов очень можно разных, много интересных идей придумать. Поэтому я вам сейчас покажу два инструмента. Надеюсь, вам они в работе пригодятся. Самый простой. WordItOut, он называется. Интересный сервис. Здесь не нужна регистрация. Сейчас ссылку дам. Как это выглядит. Ну, это вот то же самое стихотворение Пушкина, только по ссылке сейчас у вас должно открыться. Надеюсь. Пожалуйста. Что с этим сервисом? Здесь регистрироваться не надо. Все очень просто. У вас будет окошечко, в котором выставляете фрагмент текста, либо сами набираете, либо фрагмент какого-то художественного произведения. А дальше у вас сервис начинает генерировать. Те слова, которые чаще встречаются, он будет делать более крупными. Те, которые меньше, менее крупными. А дальше вы можете уже самостоятельно откорректировать. Выбрать фон, размер шрифта. Можете поменять подложку. Изменить размер букв, размер готового облака и так далее. Настроить его каким-то образом. Ну и в заключении нажимаем на кнопку «Save» и потом «Share поделиться». И получаем ссылку на это облако. Либо можете код получить и встроить его на сайт или в блог. Интересный инструмент и очень быстрый, главное. Но, наверное, самый интересный. Называется «Word Art». Раньше он назывался «Tagul». Может быть, под этим именем он кому-то уже знаком. Он позволяет создавать интерактивные облака слов. То есть каждому слову можно еще приделать ссылочку. Например, вот так выглядит рабочее поле. Здесь в центре будет, собственно, ваш облако слов. А дальше табличка. Формы этих облаков ограничены. Вот у первой саппорта «Word Art» там 5 квадратных. А вот в «Word Art» здесь форму «Word Art». Можно выбрать какую захотите. Вот опять за звуком пошли проблемы. Хорошо. 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 Вернулась, перезагрузилась. Надеюсь, стало лучше. Ага, плюсики пошли, значит, лучше. Отвечаю на вопрос, на который не успела ответить в прошлый раз. У сервиса Word.it.out, к сожалению, форму облака вы не сможете настроить. Он будет как вот картинка просто прямоугольная. А вот в Word.art вы можете настроить форму облака слов. Здесь вот есть, господи, как это называется, вкладка. Вкладка называется Layout. И в этой вкладке вы можете свое облако настроить в любой форме. Вот, например, мы делали облако слов по произведению Облачный полк. И делаем его в виде пятиконечной звезды. Потому что действие происходит во время войны на военную тематику произведения. Поэтому вот таким образом. Там большое количество различных форм облаков. Вы можете выбрать то, что вам нравится. И даже одно время была функция загрузить свою картинку. И по форме этой картинки смоделировать облако. А что касается ссылок. Вот такая табличка, которую нужно будет заполнить. Сюда добавляете ключевые слова, которые хотите визуализировать. Во вкладке Graphicize вы добавляете размер, который вы хотите это слово видеть. Самый маленький размер это единичка. Если хотите более значимым сделать слово, то добавляйте размер 2, 3 и так далее. Далее. Интересная вкладка называется Repeat. Предпоследняя. Она позволяет установить, нужно ли это слово повторять несколько раз в облаке. Или достаточно одного упоминания. Если галочку поставить, то оно будет повторяться несколько раз. И, наконец, последнее окошечко, Link. Оно открывается не сразу. Нужно нажать на кнопку Option. Вот я в красную рамочку вынесла. И тогда, если находим там вкладку Link, нажимаем на кнопку Manual, ручное управление. И дальше открывается вот эта вот колонка Link. И в эту колонку вы вставляете ссылки. К каждому слову можно добавить свою ссылку. И у вас облако может быть интерактивным. Например, в облаке зашифровать населенные пункты вашей области. Но опять о краеведении, например, если говорить. И при нажатии на название населенного пункта открывается сайт, где об этом рассказывается. Я вот создала интерактивное облако, где веб-сервисы по интерактивному видео. Если вы нажмете на какую-то кнопочку, то у вас откроется сайт с этим сервисом. Таким образом можно, например, различные ссылки на онлайн-инструменты для читателей делать. Ну, в общем, здесь огромное поле для экспериментов. Поэтому я вам желаю использовать это в работе. Надеюсь, информация будет вам полезной. В заключении самый, наверное, животрепещущий вопрос, когда мы начинаем работать с инфографикой, а где же брать картинки для нее? Можно, конечно, делать их самим. Рисовать, убирать у них фон, может быть, в фотошопе что-то делать. Я нашла несколько библиотек для инфографики, где можно бесплатно воспользоваться готовыми уже картинками, скачать их себе на компьютер и использовать. Вот на слайде я тут пять библиотек таких собрала. Если у вас какие-то свои интересные ресурсы есть, пожалуйста, буду рада, если поделитесь. А так вот это как добавочная информация справочная. Вы можете ими воспользоваться. Здесь, правда, большие коллекции и очень интересные в работе. Всю информацию, которую я вам сегодня рассказала, я обобщила в двух презентациях. Во вкладке «Ресурсы» вы их найдете, их можно скачать, использовать в работе. Надеюсь, информация была вам полезной. Если какие-то вопросы у вас возникнут после вебинара, буду рада. Сейчас очень здорово, что пишут после вебинара. Примеры, которые вы даете в чате, добавлять в презентацию на последнюю страницу, чтобы сразу просматривать. Вот в презентации 27 онлайн-инструментов эти примеры есть. Там есть обучалка, и сразу под ней пример. Вот я как раз эти примеры сейчас в чате и пишу. Поэтому они все должны быть в справочной презентации 27 онлайн-инструментов. Если какие-то вопросы есть, я вот еще несколько минут подожду, пока больше вопросов вроде не увидела. Извините, сейчас вернусь назад. Спасибо большое вам за внимание, за то, что вы приходите, слушаете. А на следующем вебинаре, который будет в апреле, я продолжу, во-первых, немножко тему инфографики, поговорим о видеоинфографике, как ее можно создавать. Ну и плюс об анимации, анимированные презентации и технологии скрайбинга, рисованных презентаций. Спасибо вам большое за внимание. Звука не было. Я надеюсь, вы сможете потом посмотреть в записи. Скачать вебинар можно будет, не скачать вебинар, а посмотреть вебинар можно будет на сайте, на YouTube. А ссылку увидеть на сайте Директ Академии. А все презентации можно скачать. Если они у вас сейчас не скачиваются, напишите мне по адресу электронной почты, я вам вышлю их по почте. Сможете таким образом познакомиться. Надеюсь, на вопросы она все ответила. Тогда я буду прощать. Коллеги, разрешите, как всегда, поблагодарить Марину за замечательный вебинар. Я вот с Мариной работаю практически в одной области. Тоже очень люблю работать с указанными сервисами. И мне нравится энциклопедический подход Марины, которая описывает большое количество сервисов, из которых можно выбрать любой на любой вкус, все что угодно. Марина уже анонсировала свой апрельский вебинар. Приходите обязательно, и снова будет интересно. Я напомню, что наша следующая неделя в Директ Академии будет очень интересной. У нас будет очень много интересных спикеров вебинаров. Приходите, в понедельник начну я, ну и дальше продолжим. Всю неделю будут вебинары. Участвуйте в вебинарах Директ Академии. Приходите к нам. До новых встреч. Продолжение следует...